Христиане православные, проповедуем Христа распятого воскресшего, чтобы люди не попали в ад. И мы знаем, в Библии есть музыканты, как Давид, которые прославляли Бога музыкой. Я, конечно, не Давид, и про Бога не очень часто пою, но про убийство и про насилие я тоже не пою. А вы знаете, самая знаменитая песня какая в мире? Самая популярная? Я не знаю. Но я попутно спрошу, а какая книга самая популярная? Бестселлер, 3000 лет, не сходит с арены, самая-самая. И там эти песни записаны. 150 песен. В Библии, посредине Библии есть книга, Псалтырь называется, Псалтырь Давида. Он был псалмопевец, написал псалмы. Соломон? Давид, Давид, отец Соломона. А, ну-ну-ну, да-да, я вот тут хотел. Это самая популярная книга. Мы по ней молимся утром, вечером, в храме, везде. Псалмы Давида называются. Давид, Давид, святой он, правотец Христа. Почему кричали Иисус, сын Давидов, помилуй нас? Иисус, сын Давидов, прокаженные кричали. Я не услышал, еще раз, пожалуйста, не услышал. Когда Господь был в Иудее, то прокаженные, там, слепые кричали, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. А до Давида-то было не два дня, а тысяча лет между ними. То есть, такого не было больше, человека ревностного, для Бога. Он и Иерусалим сделал столицей. Вот говорят, хорошо быть добрым, благословенным. Я говорю, а какие благословения, условия? Условия два. Первое. Никогда не проклинай народ Божий евреев. Написано, проклинающие тебя будут прокляты. Аврааму Бог сказал, Бытие 12 глава. Вы это слышали? Нет. Ну, я еще раз повторю. Это заповедь Божия. Никогда не проклинай Божий народ евреев. Даже они виноваты в чем-то как-то. А ты постарайся сделать добро им. Это избранный народ Богом. Хотя в мире 2896 наций. Но это единственная нация, к которой Бог сказал, Вы мой народ, Вы мое царство. И далее, последнее благословение, книги пророка Малахи, 3 глава. Платите десятину заработка, отнеситесь к священству. И тогда я благословлю вас, открою небо для вас, сколько для вас будет. А между этими другие благословения, чте отца и мать, и будешь благословен, долголетен. А все остальное посредине. Это Библия нам говорит об этом. Я вот в 23 года обратился к Богу. И жизнь моя изменилась. И после этого, уже 56 лет, я иду этим путем. Трудный путь. Тюрьмы, лагеря. Все за мной стоит. Но я благодарю Бога. Бог спасает. Христос избрал. Благословил, чтобы идти людям добро делать. Добро делать ради Христа. Но мне пришлось много путешествовать. У меня из печати вышла 41 книга, 41 том. И я решил подарить библиотекам мира. И мы проехали от Владивостока до Лиссабона. Прошли Скандинавию и Прибалтику. Я везде. 650 городов посетили. И я подарил везде книги. И районные центры. Книги вы можете найти на нашем сайте. Вот в Ютубе. Посмотрите сюда. Вот. Открытым оком во свете Библии. Вот называется как. Открытым оком во свете Библии. Вы себе запишите, потом зайдете. А если поставите сайт. Вот здесь вот сайт. То по сайту. Вот сайт вверху. И дальше, что вверху написано. И откроется сайт. Богатый-богатый сайт. Там книги мои можете скачать. Вопросы. Ответы. Которые. Да. Я очень большом, конечно. Но, скорее всего, я, наверное, не буду это читать. Ну, смотрите. Дело в том, что... Конечно, не примите за грубость. Да нет. Вы свободны. Бог дал свободу. Великий дар. Я сам мусульманин просто. Ну, что мусульманин. Мы вот ездили в миссионерской поездке. И мы в Баку ночевали в доме Мулы. В Мулы. Прекрасные люди. А потом ходили в мечеть, молиться. У нас очень хорошее отношение с мусульманами. Да, у меня тоже самое. Я никого не ругаю. Ни чужую религию. Как говорится. У каждого свой выбор. У каждого своя вера. Ну, да. Но за грехи людей умер Христос. Христос. И он прощает грехи, если мы в него веруем. У вас написано Иса, Марьям. Вот у нас Соломон, а там Сулейман. У нас Авраам, а там Игбрагим. Ну, персонажи-то те же самые. Ну, у мусульман только нет одного. Мы пророкам не молимся. Вот что самое главное. Да. Вот у нас главное, что мы Христу молимся. Он был пророк и одновременно Сын Божий. Никакие не сотоварищи. Бог – это Троица Святая. Отец, Сын и Дух Святой. На эти три... Да, три сути едино. Это немного Божие. Бог один. В трех лицах. Так у вас вопросы какие-нибудь есть по спасению? Нет, наверное. Ну, вам всего хорошего. Хотел кое-что спросить у вас. Вы читали книгу Давида? Да, 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 Лита или Давида? Точнее, кто вот написал именно... Если не ошибается, то ли сам Давид, то ли Соломон. Что, псалтырь? Давид? Я точно не помню, как называется эта книга. Ну как? И Крисиаста, Премудрость Соломона. И Крисиаст, и его... Это Соломон написал. Это Соломонская? Да, конечно. Вы читали ее? Ну как не считали-то? Каждый день считаем. Вот он у меня перед собой лежит. Библия. Там есть один пункт, один момент. Видел я дела, что делаются под солнцем. Да. И вся суета и томление духа. Именно так. Ответ находим мы в самой же Библии. И так говорит. Юноша, ходи по ведению очей твоих. Но только знай, что Бог за все приведет тебя на суд. За все будешь отвечать. Да. Ну всего хорошего вам. До свидания. До свидания. Спасибо. Вы желаете узнать больше, как нужно человеку жить, чтобы в ад не попасть? Что Христос приходил на землю? Давайте. Я верю в Бога. Давайте. Давайте. А у вас Евангелие есть в доме? Да. У меня Библия есть. Библия есть. А вы ее когда считали в последний раз? Вчера. Вчера. А про что считали? Скажите мне, пожалуйста. Какое место? Шестая заповедь. Шестая заповедь. Вы прямо на заповеди, да? Да. А Новый Завет вы считаете? Евангелие? Нет. Но смотрите, да. Вы сначала скажете, что вы скажете, как не попасть в ад. Вот скажите, как туда не попасть? Нужно уверовать во Христа Спасителя, что Христос умер за ваши грехи. И попросить прощения. И пообещать, что никогда не возвращается на старые грехи. И Господь даст силу быть другим. Хорошо. Можно вопрос? Можно. Хорошо. А что вы скажете насчет того, что в церквях насилуют маленьких детей и попы всякие? Что вы скажете? Что сделают маленьких детей? В церквях насилуют детей маленьких. Нет такого. Такого нету нигде. Нет такого. Это обман. Это есть такое, блядь. Нету нигде нет. Такого есть. Но если бы было, то сразу бы власть разобралась. А то в церквях, да еще во множественном числе. Это сущая неправда. Что-то еще можно поверить, а это нет. Нет, нет, интересно. Ну скажите, что? А допустим, это было бы. Не могло этого быть. Не могло этого быть. Вы бы в Бога тогда верили? Отношения к Богу это не имеет. Этого нету нигде. Это у безбожников такое есть. А в церкви ребенок на руках у матери. У нас может быть именно с Богом связано. Как ситуация? Ну, значит, еще придумывают. Ты скажешь, что в церкви ходят всех вверх ногами. Так не бывает. Детей церковь крестят, причащают. И матери их из рук не выпускают. Кто бы тронул ребенка-то? Зачем придумывать? Можно еще вопрос? Можно. А вы с какой целью сидите в чат-ролетке здесь? С какой целью чего? Вы с какой целью сидите в чат-ролетке? Вот тут вот. С какой целью вы сидите? Вот с такой. У меня близкий человек умер. Он благовестник был. Парализованный 17 лет. И он два раза здесь побыл. А больше нету. И тут нашли хороших людей. Им рассказали о Боге. И я тогда попросил Бога, чтобы Господь мне позволил прийти, это дело продолжить. Я уже четвертый день здесь. А вы Бога видели? Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий мне древочим, Он явил. Но подождите, вы же сами сказали, что вам Бог сказал, чтобы вы... Сказал через Слово Свое, через Святую Библию. Господь говорит, так говорит Господь Бог. Кто будет мне веровать и следовать за мной, жив будет. А остальная душа истребится. Это Бог говорит. И мы слышим, когда верим в это. Я вижу, вот вы в Бога верите, очень хорошо живете. У вас такая красивая квартира. Вы богатый, я вижу. А какой богатый? А где вы увидели, что богатый? Увидели нары? Вы нары эти увидели? Ну да. Это что, богатство? Ну да. Ну да. Вот тут вы как раз и тнули в пустоту. Мы живем очень бедно. И что у нас было, мы все раздали для нуждающихся. А зачем? А за тем, что я христианин. Я преподавал в разных университетах, преподавал где, в тюрьмах отбывал, за Слово Божие. И у меня ничего нету. Ну то есть, смотрите, если бы у вас были бы дети, но и у вас есть квартира, и вы бы ее отдали кому-нибудь, нуждающемуся, вы бы считали, что это нормально, да? Про это говорить, что нормально. Нормально все, когда по уму. Я прошу у Бога на все разрешение. Господи, помоги. Как поступить правильно? Вот у нас одна шестеро детей, у меня одна женщина-то. И ей все время помогают. Как время, что есть, где пойдут, что-то сделают. Можно вопрос? Вы сразу спрашивайте, не теряйте время. Ну давайте, а зачем рождать семь детей, если ты сама нуждаешься в помощи? Зачем шесть детей рождать? А слово «зачем» никогда не решается. Вот у мусульман, я... Вы вопрос задали, вы вопрос задали, не выслушивайте, это плохая привычка. Вы задали вопрос, будьте внимательны, выслушивайте. Написано, кто задает вопрос, не слушает, тот глупец. Я 40 лет был печеньком. Я работал в разных регионах. И вот казахи говорят, Бог даст барашка, Бог даст травинку. И они аборты не делали. Менделеев Дмитрий Иванович, химик, подсчитал, к 2000 году нас должно было быть в России 650 миллионов. А у нас даже 100 миллионов не набирается. Полмиллиарда сожрал змей. Почему аборты? За перестройку 120 миллионов абортов. 120 миллионов. Еще один вопрос. Еще один вопрос, важно? Давайте. А зачем кладить нищету? А нет нищеты. Содержать. Слушайте. Вы трафареты разъезженные, говорится, отбросьте. У нас отец вернулся с фронта, вот так руки нету. Одна рука. И нас в семье десятеро. Десятеро. Пять сыновей, пять дочерей. И ни одного нету на улице. И ни одного больного нету. И все учатся, и все нужны. Десять. У инвалидов войны десять. Десять. Сейчас 21 век. Зачем насипать? Ищету, если оптально не надо содержать детей. А вы видели, сколько мусульман детей? У ребятишек сколько мусульман видели? Они бедно живут. А их уже... Да у нас уже Россия-то. Кого-то, например, и Китай там занимает, и здесь. Пустые места. Пустые. Вы никого не имеете напротив себя, кроме иностранцев. Вам придется на чужих вышках, как Петр Мамонов говорит, на нефтяных вышках китайцев работать. Вот о чем. Я вам говорю совсем другие вещи. Я имею в виду, что зачем плодить нищету, если вам не на что содержать их детей? Да не надо ее плодить. Плодить не надо. Она рождается. Если ты имел общение с женой, она должна родиться. Просто не имей с женой, никакого дела, и детей не будет. Нет. Черт. Зачем делать людей несчастными? Библия написана, говорит, народ будет такой безумный, что будет плодить и не будет рожать. Это в Библии предсказано. А будет женщина рождать чудовище. Это еще до Христа за 700 лет. Вы меня не слышите. Мало ли, что в Библии написано. Вот послушайте меня. Не надо. Библия. Библия – это слово Божие. Вот смотрите. Вот какая зарплата у той женщины, у которой 6 детей? Скажите мне. Я не знаю, какая у нее зарплата. Я знаю, что она за детей получает что-то. Не очень богатая, да, получается. А зачем ей 6 детей, если библиально ей не на что сделать? Вы уже 10 раз задали вопрос. Если бы ваши родители так рассуждали, вас бы не было здесь. Да и слава богу, я был бы только рад. В России жить плохо. В России хорошо жить. Я ездил по странам другим. В Америке много было. И лучше нашего нигде нет. Конечно, кому вы врете, а здесь? В Америке вы были. Не надо врать, а. У тебя юноша уважения нет к старшим никакой. Ты хамишь просто. Врешь, врешь. Как тебя учили в школе-то? Хам такой. Я скажу вам. Я выступал там в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сакраменто, Лос-Анджелесе. С проповедями выступал перед народом. Мне бог дал знание нескольких языков. Я знал это. И как они там живут? Живут лучше нас. Но по-духовному хуже. У них все есть. А в душе пустота. Да, 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 да. Да? Ну, то есть, подождите, я правильно понимаю, что лучше верить Бога и ходить в лохмотьях и жрать нечего, когда они... А в лохмотьях не надо, надо зашить. Или лучше быть в полном достатке, но быть бездуховным мировым. А где конец этому достатку? Вы сколько тратите на себя на питание в месяц? А я... Мне 15 лет. Я не зарабатываю еще. Ну, не зарабатываю. Сколько вы проедаете за один месяц? Еще. Сколько? Я откуда знаю. Вы меня спрашиваете. Вы Путина спросите. Он сказал, что треть с половиной тысячи рублей в месяц нормально. Так вот, слушай, я работал... Вы будете говорить, вы никогда ничего не узнаете. Ваш опыт и мой большая разница. Мне 80 лет, а вам 18. Уметь слушать. Так вот, я когда работал на стройке, тяжеленная работа, бетон на второй этаж каталками, и у меня уходило на питание 11 рублей в месяц. Мы умеем себя сдерживать. Мы, я мясо не ем, алкоголь не пьем. Но это тогда еще было. Другие были цены. Вы слышите себя. Повторите. Вы слышите себя вообще. Я не слышу, что говорите. Я говорю, вы себя слышите вообще? А меня слышать зачем? Я говорю, я и слышу себя. Я возвещаю вам истину. Истину, которая вам неизвестна. Подождите. Я говорю, вам не кажется, что это очень плохо, что вы сейчас говорите? Вы мясо не ели. Так это бред полнейший. А я хочу есть мясо. И что мне сейчас... Вы сейчас зачем спрятались? Зачем прячетесь? Сидите спокойно. Что-то вас повикорежило так. Сидите спокойно. Вы понимаете? У меня микрофон. У меня микрофон здесь просто. Ну не надо. Держите микрофон. У вас ни опыта жизни нету. Ничего еще нету. И вы выслушать не умеете. Вы ничего не будете знать. В глазах своих единомысленников, которые визжат там, вы думаете, что-то знаете. А им не положено тут быть. Ни один мусульманин. Американцы вообще виноваты. Ни одна мусульманка не придет там, где ребята. Ни одна. А у нас их по-другому не называют, как шлюхи. Исюша. Что ты несешь, дед? Душу узнать свою. Как жить надо. Как, чтобы в ад не попасть. Вас интересуют эти вопросы? Вам все безразлично, где вы будете, да? Чего? Вам безразлично, где вы будете после смерти. В аду или в раю. Вам все равно, да? А чтобы к Богу попасть, надо здесь покаяться перед Христом. Он умер за наши грехи. И жить по заповедям Божьим. Христу. Мы проповедуем о Христе. Чтобы люди знали, что Сын Божий умер за грехи людей. Чтобы после смерти в ад не попали. Чтобы считали Святую Библию, ходили в церковь. Молодец, я. У вас духовные вопросы какие-нибудь есть? Да нет. А Евангелие у вас в доме есть? Нет, не будет. И не будет, да? Нет. Это главная книга жизни нашей. Вашей, да. Надо достать. Нет, я мусульманин. А о, мусульмане свою книгу имеют священную. Я их хорошо знаю. Мы вот ездили с миссионерской поездкой. И в Баку мы ночевали в доме у Муллы. У Муллы. А потом ходили в мечеть вместе. А потом пошли в храм православный. У нас, я из Барнаула. Хорошие отношения со всеми вероисповеданиями. Это правильно. У нас очень мирный город. Согласен. Ну ладно, давай, отец. Удачи тебе. Спасибо, Христос. Да, с Богом. Кто? Вы хотите что-нибудь узнать про душу? Как спасти ее, чтобы в ад не попасть? Ну-ка, давай рассказывай, как душу спасти. Я спрошу, у вас Евангелие в доме есть? Нету. Значит, вы никогда не считали про это? Я атеист. На землю приходил Христос Иисус. Умер за грехи людей по Писанию. И кто будет веровать в это? Жить по его заповедям, получит жизнь вечную. Царство небесное. А неверующий прибудет в аду. Вечно гореть будет. Да, ну атеиста, короче, всех. Ну атеист что означает? Это вера в нуль. Он тоже верит атеиста. Это ни в чего не верю. Ни в черта не... Атеист, главное у него, что ни за чего не отвечать. Он себя побуждает к этому. Умру, ничего не будет. Умру, ничего не будет. А если бы он жил праведно? По милости Божией. Вы хотите что-нибудь узнать больше? Как человеку жить надо, душу спасти, чтобы в ад не попасть? Божественная тема не интересует. Не интересуетесь? А какая цель жизни у вас тогда? У меня цель? Ну да. Чтобы взрастить детей, построить дом, посадить дерево, и чтобы меня запомнили добрым словом. Насадили деревьев-то, уже, говорит, ничего нету. Детей нарожали, страна пустая. Все это обман, и жить негде. Цель одна спасти душу, прославить Христа, покаяться. За перестройку только 120 миллионов абортов в России. Детей родить. Это все слова пустые. Без Бога этого нету, людоедство одно. Во всем виноваты жиды. Ну да, во всем виноваты жиды, а мы... Они нам что, приходят в комнату и у жены живот разрезают? Ну, всего вам доброго. Всего хорошего, с Богом. Может быть и так. Мы, православные христиане, проповедуем Христа распятого воскресшего, чтобы люди жили по-божески, чтобы после смерти не оказались в огне, в аду. У вас какие-то вопросы духовные есть? Нет, духовных нет. А у вас дома Евангелие есть в доме? Евангелие или Библия? Нет, я другие книги читаю. Другие, да. Вы мусульманин, да? Нет, я не верующий. А вы можете зайти на наш большой YouTube. Вот посмотрите, как называется. Во свете Библии открытым оком. Там очень богатое сокровище лежат. 13 700 короликов наших. Как мы деревню строим с нуля православную. Я был 45 лет начальник детского лагеря. Как мы миссионерскую поездку по всему миру сделали. Где я дарил мои 38 книг из печати во все библиотеки. Чтобы люди были другими. А то сегодня живут, как будто бы это не люди какие-то. А вы где находитесь? Барнаул, Алтайский край. Вы на природе живете где-то, да? Ну, деревню... Летом мы там бываем, а зимой я в городе нахожусь. Понятно. Мы здесь храм имеем, ездя помолиться, Бога прославить. Считаем святую Библию. У нас очень близкое братство, собрания такие, родные все близкие, но не одни. С Богом везде хорошо, даже на этой земле. Грешной, обкраденной. Всего вам хорошего. И вам также желаю всего хорошего. Вы желаете поговорить на духовную тему? Для чего смысл жизни? Как душу спасти? От чего ее спасти-то? От грехов. От последствий греха. Что за нас Христос умер, взял грехи на себя. И веруя в него, мы имеем жизнь вечную. Ты давно веруешь-то? 56 лет назад я уверовал. А что случилось? А? Ну, как-то ты уверовал, а почему ты уверовал-то так? Ну как, я после армии попал в Прибалтику, мы плавали. Я все имел в руках. И здоровье, и перспектива большая была, учился. А внутри мира нет никакого. Я просто смотрел на все это. Для чего я живу? Вот я умру, и дальше что? И тогда мне в руки Господь дал Евангелие. И я обратился к Богу и покаялся. И жизнь моя пошла совершенно по-другому, как я думал. Пошли тюрьмы, лагеря, преследования от власти за Слово Божие. Но Господь позволил дожить до этого времени. Вот мы с нуля строим православную деревню. Я начальник детского лагеря православного, 45 лет был. И все это без помощи государства. Подняли тысячи детей. И у нас лозунг главный. Россия должна встать. Россия – это мы, дети, скандируют. Ни рубля государство не дало, ни на восстановление деревни. Мы сами столбы ставим. Сами все строим. Школу, церковь, дороги. Держим скотину. За счет этого все поправляется. Я понял. А что дальше-то? В смысле, для чего ты живешь сейчас? Это город Барнаул, Алтайский край. Нет, подожди, для чего ты живешь? Я живу для того, чтобы, познав Христа, прославить его жизнью своею. Показать подражанием Богу, какое он избрал мне в участь. Страдания, мучения и слава. Слава во Христе. Радостная жизнь. Мне 80 лет уже в июне будет. А я как будто бы с молодежью все время нахожусь и старости не чувствую. Ни одной таблетки за 80 лет не съел. А меня и в тюрьмах давили, в морозилках держали. Я должен был давно уже сойти с арены. А я живой. Тебе это нравится? Да, мне очень нравится. Господь позволил мне написать 41 книгу о жизни. Отвечать на вопросы студентам, где я преподавал в университетах. Мы прошли всю Россию от Владивостока до Лиссабона. Прибалтику и Скандинавию. Много ездил по Америке. Везде выступал, все бесплатно. Я понял. Вот расскажи мне, христианин, а зачем были крестовые походы? Зачем были? Ни зачем, сатану тешили. Это католики делали 11 походов. Хоть говорят 9, а их 11 было. Ну, так... То есть ты считаешь, что это нормально? Написано так, Евангелие от Яна 8, 44. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он от начала был человек-убийцей и ложь. Ибо он лжец и отец лжи. И христовые походы от от сатаны. Годи, слушай, мне кажется, что ты говоришь как-то наигранно. Просто подготовился и вот толкаешь речь. Я не толкаю речь. Я этим живу. Как это толкаю? Как бы я и толкал-то? Если меня только 26 лет мучила советская власть, я бы еще толкал-то. У меня бы праха не осталось уже. А я все еще живу. Две голубятни у меня. Я радуюсь жизни. Я радуюсь жизни, понимаешь? А вот Христа как-то не очень. А это плохо. Без Христа я жизни не хочу. Как говорил Достоевский, если бы доказали, что Христос и истина противоположны, я бы лучше остался со Христом, нежели с истиной. А он говорит, я путь, истина и жизнь. Евангелие от Яна 14,6. Ну, подойди, ты цитируй. Ты мне расскажи просто. Ты живешь, да? У тебя все хорошо. Ты строишь там какую-то деревню православную. И что дальше-то? В итоге-то что ты хочешь? А то, что живут люди, подрастает новое поколение, верующие, которые блюдут себя в истине. Мы как одна семья живем. У нас ни пить, ни курить, ни воровать, ни материться. Мы этого не знаем даже. Что есть? А как ты к науке относишься? К науке? К науке, да. Ну, смотря какая наука. Как Герман Стерликов говорит. Как там летают. Ну, что летают? На пользу летают. Наука науке разница. Одна наука думает, как сделать людей бесплодными, аборты делать. А другая думает о том, как спасти душу, чтобы было удобно. Это какая же наука думает про душу? А то, что занимался Ломоносов. Он про это как раз и говорил. Как умножить население в России. А сегодня только за перестройку 120 миллионов в России убили. Уже весь Восток китайцами занят, а здесь Средняя Азия. Почему? А жить-то некому. Пустота. Это не Путин виноват. Почему Рамзан Ахматович Кадыров запретил аборты делать? Один человек только в России. Глава администрации Чеченской республики. Подожди, аборт это же дело каждая женщина. Да не каждый. Преступление. У мусульмана ни одного аборта не сделали за 1300 лет. За 1300. Их уже 2 миллиарда. Под боком ворочатся. А мы еще руками размахиваем. Преступление это. Женщина-убийца. А мужик... Мужья-подкаблучники. Мужья-подкаблучники одобряют это, чтобы не работать. У нас отец вернулся с фронта, вот так руки не было. Под плечо. И нас в семье было 10. 5 братьев, 5 сестер. И мы ни разу не слышали, чтобы отец или мать ругали власть. В самой бедности жили. Ни одного ребенка больного нет. Я вот 80 лет еще ни одной таблетки не съел. Вот как Бог делает. Повторите. Братьям сколько у тебя осталось? Братьям? Да, как все при должности. Все работают. Так сколько их у тебя осталось? 10 человек, говорю, был у вас. А сколько осталось? В живых? Да. Сейчас 8. 5 сестер и 3 брата. Ну вот. Ну так и что спрашивать? Возраст. У меня брат старше меня на 5 лет был. Ясное дело, что возраст. И мы никогда не роптали. Власть нас принуждала к чему-то. Мы ни в комсомол, ни в пионеры никто не вступали. Мы Богу молились. И Бог нас сохранил. Вы вот, если у вас есть... И Бог нас сохранил. Ютуб, если есть, вот зарядите вот такой вот наш Ютуб. В открытый боком во свете Библии. Посмотрите. Вот как написано. Вы там найдете наш... Я так понимаю, ты хочешь меня туда спроводить, да? Ваши... Так. Плохо что-то слышно. Я говорю, ты хочешь, чтобы я тоже поверил в Бога или что? Да. Чтобы вы спасли душу. У меня от этого выгоды-то никакой нету. Я просто... Ну а если я не хочу, допустим, спасать? Ну не хотите, это ваше дело. Но сегодня у вас могло быть так. Встреча со Христом, жизнь изменилась. А теперь вы на суде Божьем не можете сказать, что не слышали. Господь скажет, я к вам посылал раба моего Игнатия, и он вам вознесил истину. Раб Игнатия. Так неож... Господь же и так все видит. Без того. Да что, что видит? Он посылает людей. Он творит все нашими руками. Ходит нашими ногами. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, а если я буддист? Ну и что, что буддист? Будда это не Бог, а человек, который чувства нирваны мог достичь и больше. Так вот, я верю в то, что человек может сделать все. Не все. Евангелие от Иоанна 15.5 говорит, Христос, без меня не можете делать ничего. И напрасно бодрствует страш, если Господь не охранит. Ну это же ерундашно, понимаешь? Если я все делаю с подачи Христа, то все волны... Скажите, вы верите, что был Тамерлан на Руси? Почему не захватил Елец? Когда перед ним вся Россия на коленях стояла, почему повернула на Астраханское ханство? Ну-ка, расскажи-ка мне, почему? А потому, что привезли икону Владимирской Божьей Матери и молились. А ночью в шатре ему явилась на облаках Божья Матерь и сказала, не трожь, верни назад, иначе умрешь. И он ушел на Извечного России врага Астраханского хана, убил, и сам исчез, песок ушел. Интересно у вас повесили, конечно. Это история, что интересно? Интересно, конечно. Вот смотри, я тебе один вопрос задам. Как ты мне отвечаешь на мне? Сможет ли Бог создать камень, который не сможет поднять? Мне это сопливые мальчишки задают уже, камень отнять, поднять. Больше дури нельзя придумать. Бог не творит ненужное. Скажите, Бог все может делать? Я отвечаю, нет, не может. А почему? Потому что это не его свойство. Бог не может солгать. Бог не может отречься от сказанного, от самого себя. И дурью эту он не может это занимать. А камень такой-то сделал. А может Бог сам себя уничтожить? Не может. Вы сами думаете, что говорить это? За все отвечать придется. Камень. Это коровье глызко застывшее. Вы взрослый человек и такую глупость говорите. А зачем он камень этот нужен-то? А там кто говорил? Молчалин он мог такую гору оттуда сбросить и булькало бы как. Мертвая душа, помните. Гоголя. А как бы булькало-то, согласись? Сбросить оттуда. Вот фантазирует главное. Бог пришел на землю в леса Иисуса Христа. Простирает к нам руки с креста. Придите ко мне все страждущие обременные. Я успокою вас, труждающиеся обременные. Научитесь от меня. Гагарин в космос летал. Что? Гагарин в космос летал. Ну, летал. А дальше что? Он сказал, что он летал. Бога не видел. А ему в программе этого не было. Бога видеть. А почему-то Джейн Сирвин, который вокруг Луны пролетал, он видел и молился. Нейл Армстронг, вступивши на Луну, оставил Библию в Тартановом переплете. Он видел, как сердцем чувствовал и молились. Они совершили молитву и причастие. А наши были, космическую программу полностью проиграли. Неделина кто сжег? Маршала Неделина. А сегодня начинает там копаться в Марсе. Ничего нету. Безбожьего Бога не дает этой мудрости. Почему же физики, например, ядерщики, они не верят в Бога? Неправда, неправда. Туполев ходил в храм и верил в Бога, как Павлов Иван Петрович. Да где ты его видел-то в храме, Туполев? Еще раз говорю, Туполев, Глазник, Филатов, глубоко верующие люди. Видели? Я сидел в камере с преподавателем второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. И он мне абсолютно все рассказывал. Гагарин, когда они с Серегиным летели вместе, там два самолета погибло. Самолете были они. Погибло. Последние слова были его на букву П. Отлетался ты, говорит. Сам себе. Последний матерок изо рта его вылетел. У Гагарина. Он никому не подчинялся уже. Сейчас только публикуют об этом. Может быть, даже сами подстроили ему это. А то там отверстие нашлось, вакуум. Это глупости. Бог положил предел безумию. А поповишь, нормально. Почему же Бог не положит предел безумию, который сейчас, например? Ну, что? Ну, почему Он не положит безумию предел? Конец преступлениям или чем не положит? Ну, конец, да, преступлениям. Бог дал свободу. И, говорит, по образу подобия сотворил человека. Свобода выбора, зло и добро. Бог говорит, я предложил тебе лево и право. Предложил тебе смерть и жизнь. Благословение, проклятие, воду и огонь. Что изберешь? А дальше добавляет, зачем вам умирать неразумное? Я этот голос расслышал. Почему ваши уши заткнуты не слышите? Говорит, будете слушать и не услышите, как глухие аспиды. Так мне говорит Святая Библия. Слушай, если бы я не видел, что ты веришь в Бога, я бы подумал, что ты портурок. Ну, там помочь на собрание. По арторге он паром торговал, и ничего нету. Гитлер воевал. А Горбачев без всякого выстрела сумел разложить. Я когда в университетах вел занятия, в пяти сразу вел занятия, мне всегда студенты задавали вопрос. Кто виноват, что развалился такой колос? Я говорю, на глиняных ногах. Пророчество Данила сказано. Это гласность Горбачевского архипелага ГУЛАГ Солженицына. Вот это развалило. Хотели показать социализм с человеческим лицом. А там такая бяка вылезла, что все отвернулись. Уничтожали. Сто миллионов голов отлетело. О чем предсказал еще Достоевский. Игра в революцию кончится. Лишитесь 100 миллионов голов. Вот теперь подсчитываю убыток. Почему подсчитывает Дмитрий Иванович Менделеев и говорит, к 2000 году нас будет 650 миллионов. Комсомольская правда пишет на развороте. Если большевики не победили, нас было бы 650. Я говорю, кто полмиллиарда сожрал? Какой Змей Горыныч? Наруководилися. Пришли, а у нас новые политики. Каганович, а он знаете, ответил как? Говенные политики. Они ничего не знают. Вот им определение дает тот, кто рядом со Сталином был. Предатели, наглые, напыщенные. Разграбили какую огромную страну. А мы не ропщим, благодарим Бога. На Майдан не идем. И у нас все есть. Мы с голоду не умираем. Ну так, судя по твоей обстановке, ты довольно-таки бедно живешь. Что по обстановке? Ты довольно бедно живешь. Ну и что это бедно? Вы думаете, я сколько трачу в месяц на себя? У меня полная пенсия 8141 рубль 33 копейки. 35 лет стажу. Майора, но и государство так решило. Решило, да. Да, и я благодарю Бога. Я не проклинаю ни Путина, ни кого. Каждый день за них молюсь, чтобы на них покушения не было. Чтобы Бог через них издал мудрые законы. Он издает через них мудрые законы. Для нас достаточно. При той власти, которая была при коммунистах, мы бы ничего не сделали. У нас бы не было деревни, детского лагеря. Я бы не издал эти свои 38 книг, томов. Не было миссионерской поездки. Не было бы то, что сегодня было бы, как в Северной Корее. За то, что у тебя мобильный телефон могут расстрелять. Коммунизм, это... Вы знаете, недавно рассказ такой напечатали. В старое время, ну, при коммунистах, мужик один подошел, пивом торгует женщина. Говорит, а при чем литр? Она говорит, 70 копеек. А сколько литров? И он вытащил деньги, есть за бочку заплатил. Говорит, а вечером придете, пустую заберете. Она говорит, хорошо. Мужик тогда сразу. Кому надо пиво, подходите даром. Вначале не верили, а потом пошли. А потом стали в очереди толкаться, охоту бесплатно. А потом драка. И дошло до поножовшины, милицию вызвали. Милиция живо забрала и мужика, конечно. Ну, там расставали мужика. Спросили, он говорил против власти? Да нет, он говорит, даром, даром, даром берите, пиво хорошее. Тогда его выпускать надо. И милиционер говорит, ладно, мужик, все равно ты домой идешь. Скажи, для чего ты это сделал? Он говорит, вы меня простите, но я работал. Смотрите, я какие ордена даже имею, пока говорит об этом. И говорят, коммунизм будет. Я решил посмотреть, когда каждому по потребности, что будет. Ну, я и сказал, вот, пейте. Я увидел, какой будет коммунизм. Больше дурной идеи не откажешься по способности. А способности надо развивать, молиться, работать. Как Отто Юлиевич Шмидт говорил. А если этого нету, потребность всегда есть. Надо блудить, ему 77 прелюбодеек. Седьмую западь под ногами истоптали. И работать не хотят, только воровать надо. А у нас отец говорил, если свороешь, где что, башку отшибу. Он маловерующий был, очень строгий. Мы как огня этого боялись. Один, неграмотный. С матерью на двоих полкласса даже не было. Как они это знали, как воспитывать? Мы с пяти лет уже с отцом пасли на поле. Мы выросли, как дички. Я благодарен Богу за все, что советская власть со мной делала. Как она меня по тюрьмам везла. Как они меня мучили 26 лет. Я за все благодарю Бога. У меня врагов нету. Ну ладно, спасибо тебе. Так, всего вам хорошего.